Константин Юрьевич, когда в России завершится масштабная программа перехода на цифровое телевидение? Как раз сегодня вы примете участие в торжественном запуске цифрового обещания ГТК Сахар? До конца года по всей стране заработают два мультиплекта, 20 каналов в цифровом качестве. Будет покрыто, ну и уже технически покрыто, 98,5% территории страны, точнее территории страны, на которой проживает 98,5% населения. Ну и в целом это просто самый масштабный проект в мире, построено больше 5000 объектов, самый масштабный проект в мире по цифровому телевидению. Ответил на нашу вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Путин на основе Фитрикс заявил, что цифровизация экономики на стране поможет в 2024 году увеличить производительность труда до 30%. Как происходит цифровизация экономики у нас в республике и может ли это стать драйвером государственного хозяйства? Безусловно, цифровизация экономики это то, что позволит Якухе ликвидировать, знаете, вот те природные особенности, которые у нас существуют. Что бы ни говорили, мы живем в самом холодном районе страны, мы даже не только страны, но и всего мира. Соответственно, наши затраты на производство той или иной материальной продукции, они, конечно, просто априори объективно будут выше, чем в любом другом регионе. То же самое касается и наших транспортных услуг, потому что мы находимся на достаточно большом удалении уже по транспорту от основных рынков. Так, соответственно, любая наша продукция, которая здесь будет производиться, она уже априори становится неконкурентоспособной. Но только при цифровизации мы можем здесь уже производить ту продукцию, которая абсолютно ничего не весит, но может продаваться по всему миру. И вот пример наших успешных IT-компаний, той же Майтона и того же Синета, который производит Эндрайвер, они показывают, что как раз это очень перспективная работа. Во-вторых, мы, конечно, при цифровизации можем достичь колоссального эффекта в социальных услугах. Это в области образования, в области здравоохранения, когда мы можем достичь того, что в наших школах, например, удаленно будут преподавать лучшие профессора и нашей страны, и всего мира. То же касается и медицинских услуг. Сегодня уже очень активно жители республики пользуются телемедициной. Я сам у себя съезжу по районам, я разговариваю везде с врачами, и видно, что услуги телемедицины крайне востребованы. Мы сможем при дальнейшем развитии цифровизации, при дальнейшем охвате наших отдаленных населенных пунктов еще более сделать доступным эту услугу. Вот только два направления, о которых я сказал. Я уж не говорю о том, что цифровизация поможет наши государственные и муниципальные услуги перевести полностью в электронный вид. И это, конечно же, на порядок снизит такие угрозы, как опционогенность тех или иных решений, так повысит прозрачность принятия решений, в том числе по земельным вопросам. Поэтому цифровизация для нашей республики – это то благо, которое позволит нам наши объективные минусы невидимы. У нас много говорим о цифровизации экономики, и для нас более важно сейчас понять цифровое неравенство в Якутии. И с этим возникают два вопроса. Первый – будет снижение тарифов в основном для юридических и физических лиц в услуге интернета. И второй вопрос – у нас есть проблемы по арктическим районам, где налажена в основном сотрудниковая связь. Она тоже достаточно дорогая, есть и другие качества. На эти вопросы тоже будут дать. Словно снижение тарифов происходит и будет происходить. Это объективная реальность. Все больше увеличивается конкуренция, все больше компаний заводят и оптоволокно, в пустонаселенные территории. Мы тянем интернет дальше, меньше города и поселки. Но проблема северных территорий объективно существует. Просто здесь есть экономическая логика. Нужно ли тратить десятки миллиардов рублей на то, чтобы предоставить интернет двум сотням человек. Или лучше повесить в спутник, и через спутник это будет на порядок дешевле. Эти варианты все время просчитываются. Но, тем не менее, и технологии не стоят на месте. В любом случае, идет работа и над новыми технологиями, в том числе и спутниковыми технологиями. Есть проработки, перспективные наработки, в том числе и по спутнику. Я думаю, что в ближайшее десятилетие ситуация изменится радикально. Но и в ближайшее время, конечно, год от года стоимость интернета будет снижаться. Спасибо. Пожалуйста, подогнал. Методы старые. Спутник, коптоволокно. Наверное, ничего такого фантастического я вам сейчас не скажу. Просто нужно работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин